Включил запись. Хорошо. Так, значит, я могу сделать шитов, да? Да, конечно. Так. Вот так. Ну что ж, друзья, добрый вечер всем. Поздравляю с наступающим праздником Пури. Ну, свиток эстер можно изучать по-разному. Можно изучать с точки зрения литературной, как литературное произведение. Это очень-очень интересно. Можно изучать с точки зрения еврейского закона. То есть, что конкретно мы должны делать, что мы должны выполнять на основании того, что написано в свиток эстер. Все это очень интересно и очень нужно. Но я в силу моего душевного склада всегда меня интересуют также исторические реалии. Как это происходило. И как это определенные слова, определенные события описаны. Как это выглядело на самом деле. И кроме этого, конечно, хочется понять то, что написано в свитке эстер. Как это сочетается или не сочетается с тем, что мы учили в школе и на уроках истории, с тем, что описано в книгах историков того времени. Это не так просто. Ну, хотя бы потому, что речь идет о Персидской империи. И эти самые персы, они не оставили летописи. То есть, может, они и были, но всплыли. Сегодня нам неизвестны персидские летописи. Известны только отдельные надписи. Персидские отдельные документы, деловая переписка, глиняные таблички, папирусы, которые отражают некие исторические события. Историческое описание того, что происходило в чем-то, что похоже на летопись, это мы находим у греческих авторов, в первую очередь у Геродота. Но надо понимать, что, конечно же, это были враги персов, и их произведения, как и произведения других историков, часто у них были свои какие-то политические цели, кого-то выставить в нерестном свете. И надо это учитывать. Как будто ни было, попытаемся именно проанализировать исторические реалии свитка Эстер. Но начнем мы немного раньше, конечно. Начнем с изгнания в Вавилон. Мы помним, что в 597 году до новой эры, в дни царя Яхонья, точнее, сначала это был Егоя Ким, царь Иудей. Вавилонский царь, на выходный царь, заподозрил, что царь Иудей, он заключил союз с Египтом против Вавилона. И Вавилонская армия вторгается в Иудею, царь Яхим умирает или его убивают, и вместо него вошел на престол царь Яхин, или Яхонья, которому всего 18 лет. И он сдается на милость победителя и его изгоняет вместе с его женами, вместе с тысячами воинов. Поскольку это тысячи, то, видимо, это самые лучшие, это офицеры. Вместе с чиновниками и мастерами примерно 10 тысяч человек, изгоняя из Иерусалима, уводят в Вавилон. То есть это еще не массовое изгнание, а, видимо, это элита. Военная, административная элита, лучшие люди страны. И вавилоняне воцарили последнего из царей Иудеи, Циткиягу, который после 10 лет правления тоже его подозревает в том, что он заключил союз с Египтом против Вавилона. И тогда вавилонская армия еще раз торгается, осаждает Иерусалим, полтора года осады, и в результате город захвачен. Крам сожжен, все царские здания сожжены, и происходит массовое изгнание иудеев в Вавилон. А те, кто не ушел в Вавилон, потом, когда был убит наместник, которого оставили вавилоняне Идалья, они убегают в Египте. И это вавилонское изгнание. Где мы видим напоминание об этих событиях в Свитке Эстер. В самом начале мы читаем там, что кто такой этот Мордыхай. Мы читаем, что был в крепости Шушан один иудей по имени Мордыхай, сын Яира, сын Шами, сын Киша, из коленя Беньяминова. Интересно, что он из колена Беньямин, но при этом называется Мордыхайя Ягуди, иудей. То есть мы уже видим, что здесь названием, если во время первого храма Ягуди был только человек из колена Ягуда, в отличие от Эфрати, из колена Эфраем или Беньямини, из колена Беньямин, теперь уже, поскольку большинство из колена Ягуда, то всех уже называют собирательным названием Ягуди и людей, которые из других колен. Так вот, когда Мордыхай попал в вирус в Вавилон, он был изгнан еще с Яхонья царем иудейским. То есть еще первое изгнание, то самое, элиты, вот тогда уже был изгнан Мордыхай. Что происходит после этого? После этого Вавилонская империя, она самая большая, тогда и мощная на Ближнем Востоке. Но теперь мы обратим внимание, что на развалинах, уничтоженной в Вавилонном Ассирийской империи, возникла еще одна империя, Медийское царство, которое, как вы видите, их территория простиралась от Средней Азии и границы Индии и до Малой Азии. Так вот, Медийская держава, столица которой был город, который греки называли Экбатана, сегодня это город Хамадан, в Танахет город называется Ахмета. Так вот, на территории Медийской державы проживают также персидские племена, там где написано Персида, у них есть центральный город Саргады, их также называют арийские племена, то есть они древние арийцы. Так вот, сначала они подчиняются персам, вернее, медийцам, но затем их правитель, да, еще нас интересует вот этот город Сузы, который, это город на самом деле очень древний, ему он был создан, то есть он появился на свете более четырех тысяч лет назад, и сначала, в течение долгого времени, он был столицей Эламского царства, но Эламское царство потеряло независимость, сначала его захватили ассирийцы, потом медийцы. Так вот, этот город нам интересен, потому что это тот самый город Шушан, сегодня его персы называют Шуш, в котором будут происходить события свитка Эстеп. Так вот, эти самые персы, вернемся к ним, которые сначала часть медийского царства, потом они становятся независимыми, а потом их царь, которого называют Куш, а тогда он будет называться Корыш, а греки его называют Кир, и поскольку еще его деда звали Кир, то он уже Кир II, и даже его называют в истории Великим. Так вот, он начинает войну против медийского царства, и после трех лет войны он не только побеждает, но он покоряет полностью все медийское царство и объединяет его под своей властью. То есть, обратите внимание, держава, которая образовалась, мы называем так в наших разговорах, чаще всего мы говорим, что, например, Ахашвирош, он был персидский царь. На самом деле, обратите внимание, в свитке Эстер ни разу не говорится по раз. Здесь всегда, без исключения, говорится парас у мадай, а иногда мадай у парас. То есть, это единое царство Персии и Мидии, или Мидии и Персии. В других книгах иногда говорится кореш мелых парас, например. В Девре-Амим, в книге Эзра, так говорится, кореш мелых парас. А в свитке Эстер всегда парас у мадай, или мадай у парас. То есть, это два народа изначально. Это Экбатана продолжает быть одной из столиц, или Ахмеда, так ее называют и в книге Эзра, Ахмеда Бирта. И на барельефах ферсидских мы видим, причем это часто очень мы видим, и тут четко можно различить, что стоят перемешку воины, те, у которых головной бор в виде короны и более длинное одеяние, это персы, а у которых такой вот округлый головной бор, более короткое одеяние и на поясе короткий меч, это медийцы. И здесь, видимо, подчеркивают, что и те, и другие равны, и те, и другие, они часть единой державы. На самом деле, персы очень быстро отжали у медийской аристократии все главные должности в этой державе, но официально перси и медиа. Но этого недостаточно царю Корышу. Он создает мощнейшую армию. Мощь армии, она основывается на том, что у них превосходные лучники. Самые элитные части, 10 тысяч, которых называют бессмертные, на самом деле они, конечно, погибают, но когда один из этих 10 тысяч погибает или больше, то тут же на его место берут столько же лучших воинов, чтобы общее количество продолжало быть 10 тысяч. Они широко используют боевые колесницы. И вот здесь вы видите на этом рисунке слева, что к осям колесниц они приделывают косы, чтобы косить врага. И эта мощнейшая армия, она сначала захватывает то, что еще было не покорено от Малой Азии, то есть Лигию, а затем они обрушиваются на супердержаву, которая до этого у нее была первенство, на Бабилонское царство. Тут один из самых известных в мировой культуре библейских сюжетов. Последний из правителей Вавилонского царства Большацар или в греческом варианте произношения Волтасар и пир, который происходит в Вавилоне, и вдруг огненная рука, роковая рука пишет на стене что-то, что никто не понимает. И поскольку никто из советников не может прочесть, то царь Большацар срочно зовет к себе Даниэля, которого еще ребенком привели вместе с другими умными иудейскими детьми, привели и воспитывали при царском дворце, чтобы они были царскими советниками, и спрашивают, что это? Он говорит, вот вы в Ульпане плохо учились, и вот вы не понимаете, а тут написано «Мене-мене текелю парсин», то есть ты измерен, взвешен, твои поступки, твои грехи, и отдан ты персам. И Вавилон захвачен, Вавилон город, который считался неприступным, там, но персы выкопали новое русло для реки Ифрат, и вода была направлена в другое русло, а поскольку стена, она доходила до реки, естественно, внутри реки никто не мог построить стену, то в тот момент, когда река высохла, то можно было беспрепятственно войти на территорию города, захватить город, и таким образом теперь персидско-медийская держава поглотила и Вавилонскую державу. Но этого все еще было недостаточно царю Корышу, Киру Великому, и он отправляется на восток, захватывает территорию современной Средней Азии, захватывает долину реки Инд, и возникает величайшая империя. Он погибает в этом походе. Вот старая столица персов Пасаргады, здесь мавзолей этого самого царя Корыша. Но мы его любим не за его походы. Откуда, что значит любим? Есть улица царя, как известно, Рхов Корыш в Иерусалиме. Почему он удостоился улицы в Иерусалиме? Да потому что книга Эзра начинается с декларации. Первый год царства Корыша царя Парасова, по исполнению слова Господа из уст Иеремии, побудил Господь дух Корыша царя Параса и объявил он во всем царстве своем и подтвердил также письменно следующее. Так сказал Корыш царь Параса. Обратите внимание, что здесь он царь Параса, а, как я уже сказал в свитке Эстер, все они только Мальхей Парасумадай. Так сказал Корыш царь Параса. Все царства земли дал мне Господь Бог Небесный и поверил он мне построить ему дом, то есть храм в Иерусалиме, что в Иудее. Кто из вас из всего народа его, который поднимется в Иерусалим, что в Иудее, и отстроит дом Господа Бога Израиля, того Бога, что в Иерусалиме, да будет Бог его с ним, а всякому, кто остался во всех местах, где бы он ни жил, пусть помогают тому живущие в том месте с серебром и золотом, имуществом и скотом, вместе с пожертвованием для дома Божия, что в Иерусалиме. То есть царь Персии разрешает и даже настойчиво рекомендует иудеям вернуться, отстроить храм в Иерусалиме, а те, кто не поднимается, тем настойчиво рекомендуется поддерживать деньгами всех тех, кто поднимается. Обратите внимание, что основа сионизма была заложена еще в декларации Корыша. Одно из двух. Либо ты сам совершай алию, либо материально поддерживай тех, кто совершает алию и что-то строит в Иерусалиме, в Иудее. И он, царь Корыш, говорит, что все это со слов Господа. И я недоумеваю, неужели Корыш удостоился непосредственно разговаривать со Всевышним, то есть неужели он находится на уровне пророков, ведь наш великий законноучитель Рамбом нас учит, что, чтобы достигнуть уровня пророчества, нужно быть праведником, нужно много учиться, чтобы постигнуть, а тут царь и долопоклонники. Вдруг он пророк, как такое может быть? Историки, как правило, относились к этому тексту как к совершенно оторванной от реальности фантазии. Но интересно, что в конце XIX века был найден на территории современного Ирака, в Вилон, был найден такой вот цилиндрик. Это не текст Декларации Корыша, но это нечто подобное. На этом цилиндрике, на аккадском языке, как видите, клинописью, было написано следующее. Я Корыш, царь множеств, царь великий, царь могучий, царь Вавилона, царь Шумера и Аккада, то есть вслед за правителем Вавилона, он упоминает те великие царства, которые были до Вавилона, то есть Шумер и Аккад, великие цивилизации, которые предшествовали в Вавилонской державе. И он продолжает приводить своих предков, а дальше обратите внимание, правление которого любят боги Бел и Набу. Бел и Набу – это боги Вавилона, это не боги перст. То есть он здесь говорит им от имени богов Вавилона. И дальше он перечисляет свои благие дела. «Я собрал всех людей и вернул в их селение, и богов Шумера и Аккада, которых Набунид, это один из правителей Вавилона, в гневе владыки богов перенес в Вавилон, по приказанию бога Мардука, великого господина, я благополучно поместил в их чертоге жилища радости сердца». То есть, что он говорит? Он говорит, что он другие храмы, других богов тоже приказал восстановить, и народы извинные тоже приказал вернуть. И тут, сравнивая то, что написано здесь, и то, что написано в свитке Эстер, мы понимаем, что Корош Кир, он не пророк, но он мудрый политик. Ведь что происходило до этого? Сначала Ближним и Средним Востоком завладела Персидская держава, извините, Ассирийская держава. И что они сделали? Их политика была перетасовывать народы, захватывали какую-то страну. Понимали, что пока народ живет на своей земле, он гордый, потому что мы здесь, эту землю унаследовали у наших отцов, а те у дедов и прадедов. Это наша земля, и поскольку она наша, то мы за нее будем биться, и ни от кого зависеть не хотим. Так ты их берешь, изгоняешь, поселяешь их на другую землю. А куда девается народ той земли? А народ той земли ты тоже куда-то увел, например, в ту страну, из которой ты пригнал этих людей. Теперь, когда они, поселенцы на чужой земле, они понимают, что эту землю они получили из рук тех, кто их сюда привел. Их благополучие на этой земле зависит исключительно от тех, кто их сюда привел. И поэтому они будут покорны. И вот так вот действовали ассирийцы. А после ассирийцев также действовали вавилоняне, то есть перетасовывали народы. Теперь возникла персидская держава, персидско-медийская, которая больше предыдущих двух. Ну и что, опять перетасовывать народы? Нет! Царь Кир решает, я сделаю проще. Я, наоборот, разрешу народам вернуться в их страны и разрешу им отстроить их храмы. И они мне по гроб жизни будут благодарны. И действительно так оно и происходит. Факт. У нас в Иерусалиме, и вообще в нашей традиции, на выходной царь он злодей, а корыш, он благодетель, праведник. Есть улица корыша в Иерусалиме. Народы, которые помнили себя великими империями, вавилоняне, египтяне, вот они восставали против персов. А малые народы не восставали. Ну что ж. Да, еще один интересный момент. Здесь упоминается среди богов вавилона бог Мардук. Как это связано со свитком Эстер? Да так, что если вам это имя показалось немножко знакомым, то вы правы. Имя Мордехай происходит как раз от этого имени Мардук. То есть вдруг мы открываем для себя, что имя Мордехай, которое на протяжении многих столетий воспринимается как одно из самых, что ни на из еврейских имен, на самом деле, во время написания свитка Эстер, когда происходили события свитка Эстер, имя Мордехай было не еврейское имя. Оно происходило от названия одного из верховных богов Вавилона, самого верховного бога Вавилона, то есть самый шейнезда, символ идолопоклонства, антитеза еврейскому монотеизму. И другое имя, вот посмотрите налево, видите, какие роскошные ворота, это ворота Вавилона, которые были найдены археологами еще в 19 веке, увезены в Берлин, и сейчас они находятся в Берлинском музее Пергамон. Так вот, как эти ворота называются? Они называются ворота Иштар. Это одна из основных богинь Ближнего Востока, то есть Вавилонского пантеона и других народов, Иштар, Астарта, в разных культах. Так вот, именно от этого имени происходит слово Эстер. Тоже имя, которое мы воспринимаем как одно из самых еврейских. В дни, когда происходит событие свитка Эстер, это имя нееврейское. И мы, более того, мы знаем, как звали Эстер. Ведь ее звали Гадаса. А эти нееврейские имена, они являются свидетельством ассимиляции. То есть явление. Помните, свиток Эстер нам свидетельствует, Мордыхай был воспитателем Аддаса, она же Эстер. То есть явление, которое мы прекрасно знаем и сегодня из стран Гаута, что есть еврейские имена, но поскольку для соседей эти имена неблагозвучны, то у человека часто есть два имени. В доме, дома он, его дедушка называет Мойша, но в институте он Миша. Или я познакомился в Ешиве с парнем из Швейцарии, который среди нас он был Хаим, но у него было имя Клаус, там в Швейцарии. То есть это свидетельство, что те евреи, которые находятся в Шушане, в одной столице персидско-мидийской державы, они уже подвержены ассимиляции. Подождите, а почему они там находятся? Ведь Корж разрешил вернуться, правильно? Все должны находиться в Иудее. Так? Ведь события, которые… Ну, это тоже вопрос, что чему предшествовало, но тут однозначно, что сначала был Корж, он ведь первый, кто захватил, он создал эту державу, захватил Вавилон, то есть уже тогда должны были вернуться. Что произошло? Конечно, вернулись, но вопрос сколько и кто? Давайте откроем книгу Эзра. И там написано, там перечисляют. Вот жители страны, возвратившиеся из плена изгнания, те, которых изгнан на выходной царь, царь Бавельский, Бавель, те, что возвратились теперь в Иерушалаем, и в Иудею, каждый свой город, те, что пришли с Зарубавелем, Иешуа, и Нехемья, Сирая, и Раэль, и Мордехай. Опа, оказывается, здесь одно из имен, которые среди старейших, возглавляющих возвращение, Мордехай. Интересно, это тот самый Мордехай или другой Мордехай? Ответ на вопрос во многом зависит от того, сколько лет прошло между декларацией Корыша и событиями свиткой Стер. Ну, в любом случае, мы получаем подтверждение, тем более, если еще кого-то звали Мордехай, что это имя было больше, чем у одного еврея, ну, и другие имена здесь, которые встречаются, они тоже уже часто, часть явно еврейская, а часть уже не еврейская. Так вот, дальше идет длинный список тех, кто возвращается по их семьям, по их родам. Это похоже на чтение телефонной книги, и ты начинаешь недоумевать, зачем такое длинное перечисление, зачем оно нужно нам, понимая, что тому поколению оно было нужно. Но, дочитывая, что ты получаешь очень интересную информацию, вся община вместе, то есть те, кто возвращается, вот тогда вот под руководством Зарубавели и первосвященника Яшоба, Нево Цедак, их 42 360, не считая рабов и рабынь, 7 337, еще 200 певцов и певиц. Мало того, что перечисляют людей, еще и лошадей у них 736, мулов 245, верблюдов 435, а слов 6720. Вот зачем все это перечисление недвижимости? Но давайте подумаем. Ну, во-первых, это количество 42 360, мы понимаем, что это меньшинство, видимо, даже, скорее всего, подавляющее большинство остается в Вавилоне и постепенно перемещается в новые столицы персидско-медийской державы. А что нам может дать информация о количестве гужевого и вьючного скота? Дело в том, что, представьте себе, вот те, кто возвращается, они должны вернуться из тех мест, куда их поселили, в Междуречье, в Иудеи. Путь протяженностью более 2000 километров. идти в зависимости от темпа, но где-то месяц, полтора месяца, как минимум, этот путь занимает. И весь свой скарб они везут на вьючных животных. У них нет самолетов, они не отправляют контейнеры с багажом, все свое они везут с собой. А если мы сейчас разделим количество людей на количество ослов, осел, это самое мелкое, самое дешевое из вьючных животных, то мы понимаем, что примерно один осел на семь человек. То есть вся поклажа везется на этих животных, на них едут дети, старики, больные, беременные женщины. Ну, сами понимаете, что в среднем один на семь, это как средняя температура по больнице, на самом деле понятно, что среди них есть богатые люди, да, но еще мы берем животных побогаче, вернее, дороже, лошади, мулы, верблюды, там получается примерно одно крупное вьючное животное на 20 человек. Так вот, мы понимаем, что есть те, у кого много багажа с собой, потому что это люди богатые, соответственно, у них много вьючных животных, но тогда мы понимаем, что есть немало людей, у которых вообще нет вьючных животных, которые просто идут пешком, и все, что у них есть, они несут с собой. А что касается количества рабов, то тут не стоит удивляться, дело в том, что представьте себе жизнь в то время, сегодня мы, чем, наболадая семья, чем она пытается обзавестись в первую очередь? Понятно, что в первую очередь необходимо обзавестись стиральной машиной, в первую очередь нужна газовая плита, без этого жизни не может быть, правильно? Тогда какие самые тяжелые работы были по дому? Самые тяжелые работы были это таскать белье, к реке стирать, это набрать в лесу хворост, и потом ручными жерновами размолоть зерно и печь лепешки, готовить еду. Понятно, что любая семья, у которой был хоть какой-то минимальный деньги, первое, что пытались приобрести, это приобрести раба или рабыню. Сегодня приобретают самую элементарную домашнюю технику, а тогда приобретали раба или рабыню. И из вот этого перечня людей и их основного имущества мы понимаем, что, по-видимому, большинство из этих людей были бедны, даже очень бедны. То есть происходит то, что происходит и, скажем, можно это проследить и новая история Израиля, что кто первый снимался и отправлялся в путь. Те, кому нечего было терять, кроме своих цепей. Люди бедные, им легче сняться и отправиться в страну Израиля, в то время, как люди богатые, у которых жизнь устроенная, которым есть что терять, они неохотно снимаются и идут в разоренную страну, чтобы отстраивать ее заново. То есть большинство осталось в персидско-медийской державе. И поэтому неудивительно, что когда мы читаем о том, что происходит в Шушане, то ни разу не упоминается страна Израиля. Это не важно. Там ничего не решают. Решается все здесь, в Шушане. Да, это тот вывод, который мы сделали. еще одно интересное наблюдение за тем, что на основании того, что написано дальше, точнее, в той же второй главе, там говорится следующее. Вот те, кто поднялись из Тель-Меллах, Тель-Харш, Керува, Адана и Мера, те, что не смогли назвать своего рода и своего семени из Израиля, Оказывается, уже среди тех, кто приходит, есть те, кто не может доказать, они евреи или нет, из Израиля или нет. А еще из потомков священников, то есть Коинов, сына Хаваи, сына Ахокоса, сына Барзилая, который взял жену из дочерей Барзилая Гевацкого и стал называться именем их, эти Коаним искали запись о своем происхождении, но она не была найдена, и были отлучены они от священства, то есть от права служить в храме, право получать труму, извините, но если люди живут общинами, все там соблюдают законы, и мы понимаем, что браки заключаются только между евреями, только по закону Израиля, и также Коаны женятся только на тех, на ком можно жениться, и, например, нет случая, что Коан женится на разведенной женщине, что лишает его потомков права служить в храме, если все по закону, то тогда никаких таких сомнений не возникает, а раз такие сомнения возникли, то это тоже свидетельство, что среди тех, кто жил в Вавилоне, хотя прошло всего лишь на самом деле, мы говорим про 70 лет, но 70 лет это от первого изгнания, от изгнания Юхунья и до начала возвращения, а от изгнания массового и до декларации Корыша прошло около 50 лет, но при этом уже есть люди, которые отошли от традиций, признаки ассимиляции, то есть то, что подозрение на смешанные браки, то есть те явления, которые нам знакомы сегодня, на самом деле, они происходили и тогда, и очень много раз в еврейской истории. Так вот, вернемся к истории персидской державы, поскольку евреи евреями, а войны войнами, наследник царя Корыша, царь Камбузи или Камбиз, он захватывает Египет, последующую державу, которая здесь держалась на Ближнем Востоке, еще больше расширяет персидские владения в Индии, его наследник, царь Дарьявиш, Дарьи I, при нем персидская держава становится наиболее мощной, он хочет покорить плюс-минус весь мир, поэтому ему всего недостаточно, он идет еще в, вот он, так его изображали греки, отправляется он в поход в северочерноморские степи, где тогда кочуют скифы, тут ему не повезло, ему пришлось с потерями возвращаться, но он не понял намека, и он пытается захватить веков, греческие города полисы, и тут его флот отправляется к Афинам, происходит знаменитая марафонская битва, 490 год до Новой эры, которая закончилась, как известно, поражением персов, победой афинян, и, видимо, неудовлетворенный Дарий умирает, и вместо него на престол зашел следующий царь, которого греки называют Ксерц, Ксеркс, а на самом деле его имя Хшарша, так оно звучит или похоже на древнеперсидском, и он продолжает свои попытки покорить греческие города, и оно сначала мы вот зачем нам этого, то есть, ну хорошо, мы же учим все-таки свиток Эстер, что из того, что я прочел, из-за того, что я рассказал, помогает лучше понять события свитка Эстер. Ну, во-первых, образовалась вот в дни Цариадария вот эта вот огромная держава от Эгейского моря, от Фракии и до Индии, и до Средней Азии, то есть территории современного Пакистана, Афганистана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, все это тогда территория вот этой вот огромной державы и до территории Египта, то есть до границы Эфиопии. И тут мы понимаем, что значит вот эта вот держава, которая, поскольку основатель династии был Ахемен, то ее называют также державой Ахеменидов. И вот когда написано, что царь Ашферос царствовал от Индии до Эфиопии, действительно, вот посмотрите на эту территорию от Индии до Мигоду от Индии до Эфиопии. Вот она вся эта территория. И что это означает для нас, евреев? Все еврейские общины, известные нам в то время, они находились на этой территории. То есть и те, кто был изгнан, мы говорили, что основные еврейские общины, они оставались в Вавилоне и на территории Элама, то есть на территории, на территории прилегавших к Вавилону или в Египте или в Малой Азии. Не встречал свидетельств, что евреи уже в это время были были в Афинах, например. Даже 10 колен Израиля, которые были изгнаны ассирийцами, они в это время должны были находиться вот на этой самой территории. Труднее проследить их перемещение после того, как их изгоняют ассирийцы. Понятно, что часть из них вернулась, часть ассимулировалась вместе с изгнанниками из Иудеи. Их теперь уже всех называли Иудеи. Но даже те, которые не ассимилировались, они все еще находились вот в рамках этих территорий, которые захвачены персами. То есть, когда Хаман предлагает уничтожить представителей этого народа, то это единственный случай в еврейской истории, когда действительно все евреи могли быть уничтожены. Скажем, если мы сравним это с трагедиями недавними, 20-го века, то даже в самые страшные дни Холокоста, когда меч был занесен над всеми евреями Европы, все еще было понятно, что скорее всего евреям США и другим евреям американского континента опасность не грозит. А здесь если бы план Хамана был осуществлен, то действительно все евреи были бы уничтожены, все евреи в мире, потому что все они находились на вот этой территории, которую захватили Перс. Еще теперь что касается Шушан, был ли Шушан столицей? Был, но на самом деле столиц было несколько. Была старая столица, первая персидская, Пасаргады, затем, как мы говорили, столица Мидии, Экбатана или Ахмета, столица Элама, Шушан, столица Вавилонии, Вавилон, уже четыре, Плюс был построен новый город Парса или как его называли греки Персиполь и царский двор переезжал из одной столицы в другую. В каждой столице был царский дворец. Они находились там, где лучше всего находиться с точки зрения климата. То есть, например, Сузы, Шушан находится там, климат жаркий, поэтому там царский двор находился зимой, а Ахмета, Экбатана находится в горах, там прохладно, поэтому туда царский двор переезжал летом. И вот, например, мы читаем в книге Эзраа, сначала Корыш разрешил строить храм, потом был запрет строить храм, потом в дни царя Дарьявиша Дарья евреи хотят возобновить строить храм, их спрашивают, а кто он позволил, они говорят, ну как же, как же, ведь Корыш нам позволил, посмотрите в архивах, там написано, и вот действительно смотрят в архивах и находят Бе-Ахмеда Бирта, то есть в Ахмеде, в царском архиве, то есть в Акбатане, там хранится как раз текст царя Корыша по поводу разрешения евреям отстроить храм. Конечно, вопрос, как все это функционировало, потому что ведь самое главное, когда ты создаешь империю, это не захватить территорию, а это чтобы вот эта вот огромная территория теперь нормально управлялась. Например, когда Александр Македонский захватит территорию персидско-медийской державы, то через несколько лет его империя развалится на несколько царств. А вот эта вот держава Хеменидов, обратите внимание, она существует примерно с 550-го и до 330-го года, Новогоэра, то есть 220 лет эта империя функционирует. Вопрос, как им это удалось? Ответ. Они разделили эту территорию на 20 больших административных единиц, которые греки называют сатрапи. Вот это слово сатрап, которое в русском стало символом самодура, авторитарного правителя, оно то самое слово, которое мы встречаем в Мегиват Эстер, ахашдарпаним. Ахашдарпаним. Там говорится ахашдарпаним вэгапахот. Так вот, кто это такие? Слово ахашдарпан, оно происходит от древнеперсидского слова шатрапаван, то есть защитник царства. Греки это слово, ведь они взяли коренные буквы, ш у них нет, и они превратились с, и получился сатрап. А в иврите оно стало Мегиват Эстер ахашдарпан. Эти крупные единицы территориальные, они делились на более мелкие, которые уже назывались пахва, каждая из них, и ее глава пеха, так вот это во множественном числе пахот, ахашдарпаним и пахот, то есть правители больших областей и подчиненные им правители небольших областей. Поскольку иудея была небольшой областью, то это пахва, она относится к большой сатрапии, которая называется Эверганагар, вот она, она включает всю территорию современной Сирии, Зайордания, Эверганагар, это имеется в виду по другую сторону реки Ефрат, к западу от реки Ефрат. Административного деления недостаточно, надо, чтобы еще эти административные единицы между собой соединить, чтобы, во-первых, исправно платили налоги, и было очень четкое разделение, кто сколько должен платить, кто должен платить деньгами, кто должен платить сельскохозяйственной продукцией, каждая область тем, что именно уникальна для этой области, то есть были, кто давал благовония, были, кто давал определенное количество боевых коней каждый год, нужно, чтобы царские указы передавались быстро и неукоснительно, так вот, обратите внимание, греки особенно подчеркивают царскую почтовую дорогу, которая была провожена от Шушана, Суз, на северо-запад до Лидии в Малой Азии, до города Сарды, более 2000 километров протяженность этой дороги, на ней более 100 почтовых станций, и когда мы читаем, что посланцы несут указ Гамана, подписанный именем Ахашвироша, но потом те же самые посланцы отправляются уже с указом Мордыхая, и мы спрашиваем, как они смогут достигнуть самых дальних краев в персидско-медийской державе, так вот, все было продумано, вот эти вот дороги, на них почтовые станции, всадник достигает этой почтовой станции, и там обязаны дать ему еду, возможность отдохнуть, и свежих коней, и он быстро отправляется дальше, то есть от одной почтовой станции к другой, на каждой почтовой станции он меняет коней, таким образом, быстро царские указы без телеграфа передаются из столицы в самые дальние уголки этой огромной державы, ну и как, следующий вопрос, как поймут там то, что написано, и нам отвечает мегива, мегиваа, мегинау, мегина кихтава, ваам киршоно, разослала письма все царские области, в каждую область, ее письменами, и каждому народу на его языке, то есть, оказывается, и это учтено, и подтверждение этого в археологии, например, найденная на скале бехистунская надпись, там рассказывается о победах царя царя Дария на трех языках, на древнеперсидском, но также и на иландском, и на акадском, то есть, видите, и тот, и другой, и та, и другая третья надпись клинопись, но это разные немножко виды клинописи, и на трех языках рассказывается одно и то же. Более того, те же самые события описываются в Египте найдены папирусы, где эти события описываются тоже на акадском, но уже не клинописью, а финикийским алфавитом, тот же, то есть, тем, которым мы пользуемся в древней время, который потом будет наш, то, что мы называем Ктав Ашурии, те же самые события в городах Ионии, то есть, греческих городах на берегу Эгейского моря, они описываются на греческом языке, то есть, мы видим, что действительно в персидской державе к разным народам обращались на их языках и их письменностью, будет алфавит, будет оклинопись. Что касается столицы, Шушанга Бира, так вот, в современном иврите Бира это столица, совершенно неверно, слово, не знаю, кто это предложил, Бен-Ягуда или кто-то другой, слова столицы вообще нет в Танахе, а слово Бира оно от слова Бирту означает крепость, дворец, то есть, центральная укрепленная часть города, то, что греки называли Акрополис, то, что на Руси называлось Кремль, вот это вот и вот раскопали всего современный город Шуш, археологи раскопали древнюю часть города и обнаружили, что действительно есть некая возвышенная часть города, которая возвышается и там был царский дворец, там была царская крепость, то есть, очень четкое разделение, то, что вы видите сейчас на фотографии, это, конечно, не древняя крепость, это крепость, которую построили в конце 19 века французские археологи, чтобы защитить себя и свои находки от покушения местных враждебных элементов, но топографически все верно, топография сохранилась, есть отдельное место, которое в городе, где царский дворец, и, видимо, это называется Шушан-Габира, и отдельно город, Гаир-Шушан, обратите внимание, что в Свиткой Старе очень четко различают Шушан-Габира, и Гаир-Шушан, есть крепость царская, есть город, в царском дворце, в царской крепости только царские чиновники, там находится, например, Мурдыхай, в Гаир-Шушан-Навохе, Гаир-Шушан-Смятене, там большая еврейская община. Кстати, вот видите, на этой фотографии такая небольшая как елочка пирамидка, там, судя по традиции, могила пророка Даниэля, потому что мы знаем, что еще одна книга, где тоже упоминается, что события происходят в Шушан-Габира, это книга Даниэля, и пророк Даниэль действительно жил в городе Шушан, и функционировал там, поэтому логично, что его могила находится именно в городе Шушан. Что касается раскопок царского дворца, то этот дворец, как и в дворце в Персеполе и в Экбатане, поражает своим масштабом, поражает своей мощью. Посмотрите, центральный зал Акабана, приемный зал, где тронный зал, он поражает мощнейшими колоннами. Обратите внимание, это монолиты высотой 24 метра, украшенные великолепными изразцами. Вернемся к колоннам. Только капитель, верхняя часть колонны, она где-то в 3 человеческих роста, то есть более 5 метров. А общая высота, как я сказал, 24 метра. Вот я прочел. Да, это, конечно, впечатляет, 24 метра, но вдруг, как молния сверкнула, где этому встречает 24 метра? Сколько это, ведь когда Хаман хочет расправиться с Мордыхаем, то ему советуют Зереш, его жена и все его друзья пусть приготовят дерево, то есть виселицу высотой в 50 локтей, а утром скажи царю, чтобы повесили на нем Мордыхая. Ама, локоть, сколько это? Рав Хаймнаэ доказал, что это 48 сантиметров. Это также подтверждает археологию, что локоть был чуть меньше, чем полметра, примерно 48 сантиметров. Умножаем 48 сантиметров на 50, и что мы получаем? 24 метра! Это не может быть случайность. Или это было какое-то сакральное число, или это было нечто, то есть символ максимальной высоты, и поэтому друзья говорят Хаману, ты хочешь расправиться с Мордыхаем так, чтобы все запомнили, что вот ты с ним расправился. Построй виселицу высотой в 50 локтей, то есть вот той же высоты, как колонны в тронном зале, вот той же высоты пусть будет виселица. Это не может быть случайностью, это совпадение. свитки эстер, конечно, особое место отдается пирам. С этого все начинается. И подчеркивают, что напитки подавались в золотых сосудах и в посуде на разные формы. Так вот, археологи находят массу великолепных золотых сосудов из дворцов правителей Персии. Причем видно, что действительно там вино пили в огромных количествах, потому что представьте вот такое, они действительно большие, вот это надо выпить. И все они действительно разные, соревнуются в своем великолепии. То есть важно показать, что тот, кто управляет этой державой, тот, кто закатил пир на весь мир, он действительно самый богатый правитель мира, никто с ним не может сравниться в великолепии. И, конечно, самый интересный вопрос исторический, один из самых интересных вопросов, это из тех царей, которые нам перечисляют греки, кто же этот Ахашвирош. Проблема вся в том, что есть написание иероглифами, которые по-разному произносятся в древнеперсидском и в аккадском. Есть то, как некоторые имена упоминаются в Танахе, уже искаженно, по сравнению с древнеперсидским, потому что что делать, в каждом языке свои звуки, и поэтому имена одного языка неизбежно искажаются в других языках, ну и тем более персы, у которых, вернее греки, у которых многие буквы отсутствовали, те, которые были в древнеперсидском, многие согласны, они имена искажают очень сильно, основной источник информации именно они. Вот из этого списка царей, кто из них Ахашвирош? Вот какой вопрос нас волнует. Что мы знаем из свитка Эстер о правлении царя Ахашвирош? Мы знаем, что на третий год был вот этот пир на 180 дней, потом еще неделю, который закончился изгнанием царицы в Аштии. Это было на третий год. Потом на седьмой год Эстер была взята к царю и стала царицей, а потом на двенадцатый год был указан о уничтожении евреев и чудесное спасение. Вот это хронология свитка Эстер. И в дни какого царя это происходило? Иосиф Лавин нам говорит, что это произошло в дни царя Артаксерца. Но в дни царя Артаксерца скорее всего он, ведь его имя Артакшартера или Артакшаста Артакшаста упоминается в Танахе. В его дни происходит как раз как раз Алия Эзры, а потом Нехемии в Иерусалим. Его имя скажем так меньше похоже на имя Ахашвирош, чем имя его пришественника. Тот, кого называют греки Ксеркс, на самом деле он Хшайарша в Акадском Ахшайреш, то есть это очень похоже на Ахашвирош. И также события его жизни их легче всего связать с событиями Свитка Эстеркс. Здесь, конечно, все неоднозначно, но давайте постараюсь проанализировать. Царь, который один раз его имя так и написано в Акадском, он Ахшиаршу, и это именно согласно один раз в Мегилат Истер написано Ахашшараш, хотя читается Ахашвирош. Так вот, что мы о нем знаем? Мы знаем, что он воцарился в 486 году до Новой Эры. Первые три года его правления, или два с половиной года, он был занят подавлением восстаний. Дело в том, что смена царей была использована египтянами, бобилонянами, чтобы восстать и попытаться восстановить независимость. И вот два с половиной года у него заняло подавить восстание египтян и бобилонян. После этого нелогично, что он празднует победу. И мы обратили внимание, что когда был пир во дворце Ахашпироша, он был на третий год его правления, казалось бы, царю правильно устроить пир на весь мир, как только он зашел на престол, поразить всех своей щедростью, купить таким образом их лояльность, но мы видим, что пир происходит почему-то на третий год. Можно это связать с тем, что до этого ему было некогда, он подавлял восстание, а теперь он смог устроить пир, но этот пир ему нужен для того, чтобы консолидировать это такой очень длинный продолжитель корпоратив, поскольку он готовится сделать то, чего не удалось его отцу Дарью, Дарьявышу, а именно покорить греков. И после этого он отправляется на войну с греками, перепико-персидская война, которая происходит в 479 годах, в основном, когда мы изучаем историю персов, именно в связи с этой войной. И, кстати, греки, они о Ксерксе пишут вещи очень нелицеприятные. «Самого же Ксеркса всегда видели первым в бегстве, но последнем сражении. Он был робок в опасности, но хвастлив, когда ему ничего не угрожало. Он, пока не испытал превратности войны, был так самоуверен, как будто был владыка над самой природой. Он сорвал горы и выравнив овраги. Некоторые моря перекрывал мостами, на других в целях судоходства устраивал протоки, сокращавшие путь». То есть мы видим человека очень хвастливого, который любит показать себя властелином мира и, видимо, также не сдержанного, не постоянного. И это показывает, например, одно из его известных, один из его известных поступков, приказов. Он построил понтонный мост, чтобы переправиться через Дарданеллы. Началась буря и разметала эти понтоны, и многие из его воинов утонули. Он приказал не только казнить начальников над работами, которые на самом деле были не виноваты, они не могли предвидеть, что начнется буря на море, но и он приказал высечь море. То есть, по его мнению, и море тоже должно было подчиняться его царским указам. И, конечно, такой нездержанный правитель мог, например, в гневе приказать, в гневе из-за какого-то небольшого конфликта на Перу дать развод своей царице, тем более, чтобы не уронить свой авторитет в глазах своих подчиненных. своих подданных. Дальше, греко-персидская война, как мы знаем, греки преодолев сопротивление объединенной армии, в основном афино-спартанской, и мы помним знаменитые три спартанца во главе с царем Леонидом, сражение у Фермопил, которое заканчивалось все-таки победой персов, и дальше они подходят и захватывают Афины, но происходит морской бой у острова Соломин, где побеждают греки, и дальше происходит сухопутный бой, битва при Пватех, которая тоже заканчивается победой греков, и после этого, потерпев поражение, царь возвращается домой, и когда это произошло, это происходит в 479 году до новой эры, то есть это происходит на седьмой год его правления, и тут мы вспоминаем, что когда Эстер была взята в царский дворец, на седьмой год его правления, то есть если ты читаешь только книгу Эстер, что там описывается, там описывается, что вот царь дал развод царице вошли, после этого ему посоветовали собрать самых красивых девственниц, и чтобы они по очереди заходили к царю, и та, которая понравится, царь сделает ее царицей, и кто-то даже подсчитал, что 1400 девственниц прошли через царскую опочивальню, пока не настала очередь Эстер, то есть если согласно этой точке зрения единственное, чем занимался царь, это значит каждую ночь у него очередная девственница, но видимо царь персидской державы занимался не только этим, видимо он занимался например воинами, и может быть этот перерыв между третьим и седьмым годом вызван тем, что он в это время вел очень тяжелую войну, которая завершилась его возвращением хоть и бессловно, но понятно, что персы не могут как ни один правитель авторитарно не признает своего поражения, поэтому все это свитка эстера свитка эстера просто он занимается другим конкретно история царицы эстер поэтому что происходит в персидской державе нас не интересует но дальше начинается интересное событие вдруг Аман предлагает перебить какой-то народ который кстати это слово дат которое сегодня переводится как религия на самом деле слово дат это закон это древнеперсидская дата точнее это закон это слово которое встречается в нескольких именах отца отца Гаман зовут Гамдат это тот же закон что и у царя также имена сыновей Гамана Аридато Паршандата Аридато это арийский закон помню что персы арийцы Паршандата великолепный закон так так вот так вот вдруг царь соглашается мы не понимаем что произошло ведь персы они очень терпимы каждый на этом была основана стабильность персидской державы царя интересует чтобы население платило налоги царя интересует чтобы исполнялись царские указы и царя совершенно не интересует кто по каким законам живет каждый народ живет по своим законам свобода свобода религий а тут вдруг решает с одним народом расправиться почему потому что все отличаются один от другого что случилось но можно обратить внимание на небольшое добавление разъяснение к предложению Гамана он говорит про 10 тысяч кикар кикар это много это 21 килограмм 10 тысяч кикар серебра которые которые в результате получит царская казна очень может быть что тут именно материальная составляющая является очень важной для царя почему потому что он потерпел поражение но он конечно же собирается продолжать войду надо восстановить армию надо восстановить флот и поэтому он очень заинтересован в пополнении казны и вот это предложение пополнить казну путем расправы с кем-то и конфискации его имущества которого много возможно именно это то что убеждает царя вдруг по отношению к этому одному народу сменить милость на гнев и затем затем один из аргументов эстер будет ну кроме того что она царица кстати если мы говорим о эстер еще что интересно в качестве доказательства что эстер для многих эта мысль является шокирующей что эстер это имя очень нееврейское вы сами понимаете что если бы эстер это было тогда имя еврейское то по имени ее бы ее бы опознали вот если бы она представилась Гадаса то сразу сразу если не царь то по крайней мере кто-то из его советников сказал бы что ага ее зовут иудейским именем значит она из иудеев но не по имени не по одежде невозможно не по каким-то другим специфическим обычаям невозможно понять из какого она народа и это одно из доказательств того что того что по крайней мере эти евреи находившиеся в столице они бы уже были уже достаточно ассимилированы чтобы ничем внешне не выделяться среди других народов невозможно понять из какого народа истер так вот вернемся она говорит то есть это ты получишь больше убытка от того что произойдет чем выгоды ну и заканчивается мегива тем что непонятно как это связано с основным повествованием тем что накладывается налог на земли и на острова все равно деньги нужны если не путем конфискации еврейского имущества то каким-то другим путем нужно наполнять казну теперь уже Мордыхай в качестве главного царского министра он должен заботиться о том чтобы пополнить царскую казну ну что ж то что прозвучало сейчас это конечно оставляет все равно больше вопросов чем ответов это всего лишь одна из теорий как можно совместить то что нам описывают греки и то что описывают те события которые описаны в свитке эстер но надеюсь что после этого у нас после этих анализов немножко лучше представляем ту реальность историческую в которой происходили события свитка эстер ну что ж на этом я закончу если у кого-то есть вопросы то буду рад на них ответить у меня такой вопрос если можно по книге эстер царь отказывается от денег которые Аман хочет собрать и говорит возьми себе деньги замечательный вопрос но тут те кто так сказать они эту теорию выдвигают то эту фразу можно перевести чуть-чуть по-другому что скажем так способ как эти деньги взимать он он это ты сам решаешь то есть каким образом каким образом это окажется у меня у меня через тебя это твое дело а не мое хорошо господа и дамы сейчас есть время спросить задать вопросы если они есть по-другому народ переваривает такая идея окей ну как бы очень много информации очень интересно видит как нам набросил сетку в датит документально историческую на то что мы читаем каждый год и мы будем читать с большим пониманием скажем так про дерево и 24 серии этих самых метров это я запомнил ну что ж тогда остается всех поблагодарить за внимание и поздравить чтобы у нас с Пурим чтобы чудеса Пурима произошли и в наше время как в те дни чтобы все обернулось все события обернулись наилучшим образом так же как и Пурим чтобы вдруг даже плохие события вдруг превращаются в хорошие так что всем Пурим Самех спасибо за внимание Пурим Самех конец проклятой войне наказание всех преступников чтобы все деревья были такой же высоты на афуху спасибо огромное счастливо пока спасибо за внимание